Пащенко. Работа в бесцветном. Где мудрец? Где совопросник века сего? Лежит на кровати и умирает. Одной ноги нет, другая есть. Но совсем не такая, как надо. Состояние неудобо осознаваемое. Лицо на бок, сикость-накость. На дне ЖКТ, лужа, лакардина. Комната пахнет старушкой. Белая палата, крашеная дверь. Чистая белая чашка. Белый пустой имбокс. Сто килотонн кислородного снега. Белинскаузен. Вот Альбедо, о коем я читал у Дугина. Дай ответы, Альбедо. Нет никаких ответов. Но положал руку на сердце. Ведь нет и вопросов. Все понятно, и можно идти проповедовать. А безвопрошенный совопросник Доживает до 7 часов 11 минут утра. И выходит на проповедь. Проповедует стенам, Волокардину и правой ноге. Проповедует атомам водорода и гелия, Электроном, нейтроном, Прелестным, истинным, Очарованным кварком. Странные кварки Побивают его камнями. Енина Вишневская. Взрослый дом и взрослый сад На надгробиях сидят. Взрослый дом, говорит, Когда я был детским, То мечтал умереть И стать космонавтом. Начистить грызло всем этим звездам. Взрослый сад Сжимает половину яблока в кармане. Когда я была детским, За такое могли и запросто Не представляю, Как я из этого выросла. Дом и сад Обнимаются на трубе, Выжимают время, Как букву И. Когда я был детской комнатой, Я рос напрямо и влево, Чтобы чунить слуховым окном Твои ласковые сливы. А тебе не холодно, Не тесны объятия? Уместно ли на похоронах Спелое платье? Дом пожимает стенами, Чтобы унять трожь. С ветки сада падает дождь, У обоих на губах Сжет молоко. Зачем мы так далеко? Дмитрий Лазуткин. Живет и пишет про украинство. Перевод с украинского. Автор. Автор. Считаю по рукописи. Самые пьяные девчонки Достаются барменам, Подумал я. Но вдруг она подошла и спросила, Ты не знаешь, случайно, А где спят голы? Зимой, когда холодно. Идем, я покажу тебе. И мы вышли во двор И нырнули в ближайший подъезд. Каждый, А, каждый шаг, Словно протяжное эхо, Все девяносто ступенек, По пути на чертах. Я чувствовал себя Птицелом. Аркадий Штинбер. Не с кладушки. Шли, шли, дошли, Дошагали, дотопали, Доплелись усталые, Можно отдохнуть. С тежками пришли, Кой-как приметали, Снежком припорошили, Вроде незаметно. Бомжуй, боженька, Бомжуй, серенький, Поешь по шамой, Менты не тронут. Тучки на слабучке, Дождики-сапожники, В окнах света нет, Все спать полегли. Золотые часики, Дороганьи усики, Тикают-великают, Прям как живые. Засиделись до темна, Позабыли имя дна, Кошка мышку караулит, Выйдем, погуляем. Тут и месяц, Свет и свесись, После дождичка в четверг, Свет, свет. Анна Малегон. Анна Малегон пишет По украинскому перевод Жени Чуклинов. Перевод Жени Чуклинов. Это самый дискуссионный перевод, Потому что Когда в переводе говорили, Что он мог, А я отставила, Что я не снимала Украинский Малегон Со слухами. Единственное украинское авто, Все украинские слухи не принимала. Называется повторение Двойняшка. Двойняшка. Шестилетней я не любила Зеленку и вазененку. Была симулянткой, болезней И растеряшкой. Подходила к чужому окну, Где росло из земли, А оттуда глядели Соседские сестры-двойняшки. Их вечно короткие стрижки, Нависшие лбы, Их бесконечные слюни, Тупые взгляды. А еще у них был папа, Похоже, он их любил. Ставил на подоконник И ножки кладил. Я домой возвращалась, Ругала школу, Ела обед, Ловила в тенета зависти Сопливые те моменты И вспоминала усиленно, Каким был мой дед, А мама устала бежала За алиментами. И когда закрывались двери, И все темнело, И все секреты Раскладывались по фантикам, Я представляла, Как сильные руки Легко и умело Поправляют мне форму И белый фарту. Луна же врастала В осень обломком ребра, И на свете уже Ничего не имело значения, И мама всегда говорила, Что хочет мне Лишь добра И просила Прощения. Александр Моцар Тут два персонажа Дойкин и Милый. Дойкин и Милый Будущие герои Литературного произведения, Расчлененного в духе Метафизического реализма Одним из учеников Юрия Мамлеева. Произведение еще задумано И будет только Через 16 лет написано. Все это время О литературных фигуранта Маются в злобе Несовершенных преступлений, Немыслимым адом Кажется им это время. Ночью в декорациях мыслей Ворочаясь сиротливо Дойкин, Не видя будущего А ворот, Группляет. Выпью ли я крови У задушенного Мною уже Милого? Или все Произойдет С точностью А наоборот? Сука, Промочет Дойкин, Мысленно обращаясь К автору, Что взбридет Вообще для волны? Не отплясывать бы мне По двоей милости Завтра На улице пьяным И голым. Каждая минута Как перед смертной казнью Кто-нибудь, Если ты есть, Дай мне сойти с ума Силой. А в это время Лежа на грязных носках Под кроватью Дойкина Подслушивая Милой. В этой истории Нельзя поставить точку, Но и эта кутерьма Непременно закончится Когда Темные Завъюженные Патологической Ночью Через 16 лет. Хотя и это Примизительно. Юлия Сорогуба Эпиков Из Иосифовоцкого Дверь Скрепит На пороге Стоит Треста Рыба Приходит В полночь Говорит Сыц Знаменуя Канун Золотого Века Исполнены Млечности Смертного Цвета Сосцы Спилен Командует Обветрен Рыбьем Рыбьем Золом Пятница Голоса Бурелом Чей-то Рыженький Капысток 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 Капысток